здравствуйте друзья есть в американской политической не только политической но в частности в политической жизни есть такое слово дисфанкшнл дисфанкшнл то есть не функционирующий такой как-то вот он перекособоченный такой вот до состояния неработоспособности неработоспособный давайте можем быть можем так перевести вот это то что происходит сегодня с системой власти конгресс президент все вот это вся эта механика большая она вся дисфанкшнл она вся абсолютно не работает и так бы оно и ладно собственно есть масса стан который дисфанкшнл знаете вот там у них каждый там полгода очередные выборы меняются правительство эти ушли в отставку там еще господи что далеко ходить в европе таких там половина но у нас никто вас так не уходит а они просто не вне состоянии принимать решение и это упирается сейчас вопросы миграции поскольку это то что нас с вами интересует как у кого кого бы интересовал бюджет соединенных штатов правда или там расходы по той статье или по этой но вот к этому делу сейчас привязана иммиграционная такая линия и я для вас как бы специально стараюсь каждый день там смотрю новости 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 и я последний раз рассказывал что тьма таких вот всяких новостей спекуляции слухов там и так далее и как бы не понятно что но кое-чего прорисовывается и я вот хотел добавить есть забавные вещи например там и из-за вот этого комментария трампа не комментарий ну высказывание что мол эти самые ну shit hole countries вот это всякая срань там зачем нам оттуда иммигранты вот лучше из норвегии пусть приезжают и тут один есть республиканский человек который как бы говорит что вот то что демократический сенатор это вынес как бы на публику и так далее что вот это нехорошо потому что все теперь обсуждают что он президент у нас расист и так далее без того чтобы сосредоточиться на самом конкретном вопросе и мол есть вещи которые за закрытыми дверьми произносятся это совершенно не повод их там вытаскивать куда-то и я бы даже с ним согласился честно то есть хотя я считаю очень смешным то что он сказал смешным это делает то что у нас сегодня сам президент про которого все это рассказали делает всю политику самые закрытые тонкие деликатные вопросы включая там международные отношения там у кого кнопка ядерная больше там все это все это происходит в твиттере и как бы то есть отсутствует нынче понятие закрытых дверей вот что я хочу сказать уже закрытых дверей больше нету а так конечно молодец так мудро заметил да он при этом он там присутствовал кстати он он не сказал что трамп этого не говорил трамп сейчас отрицает что он говорил но он не сказал что трамп не говорил он говорил а зачем выносить мусор и звезды они так знаете там очень интересно многие не слышали вот именно вот с этого фланга многие не слышали типа но не суть что прорисовывается в деталях вот за последние 24 часа что вдруг стало ясно так из разных разговоров стало ясно что демократы особенно под давлением как черные фракции да вот это вот black кокус и также латинской фракции в конгрессе демократы не хотят так легко отдавать лотерею green card вдруг выяснилось то есть и черные и латинос говорят что диверсификация это очень важно и что может быть если там может подкрутить что-то в этой лотереи там если там действительно но но диверсификация это очень важно и когда мы неделю назад в четверг в прошлой сегодня среда в прошлый четверг неделю назад когда вышло совместное предложение от группы сенаторов там было 6 сенаторов три республиканских 3 демократических которые пытались что-то вместе такое сделать ну да так вот у них там это лотерея она не отменялась полностью она сокращалась в половину там до 25000 виз остальные 25000 должны были пойти для африканских стран там как-то вот так и для страны которые но такие как гаити сейчас там сальвадор которые выходят сейчас большими группами выводят оттуда людей из-под статуса защиты от депортации вот в частности им тоже кто там давно в стране был и так далее и в этом смысле вот у них как раз поддержка и со стороны латинос не вообще население но тех которые в конгрессе потому что в основном вот из этого статуса выводят как раз и латинос то есть там есть немножко чернокожего населения но в основном латинос и вот они как бы бьются они говорят лотерея да то есть даже вот это совместное предложение после того как залазь бы когда лотерею уже демонизировали когда уже она превратилась в глазах населения так или вся ключи пытались ее превратить в глазах населения источником привоза террористов даже не в элфирщиков об это вообще разговора не было террористов безопасность страны под угрозой и так далее при всем при этом когда эта группа из шести с двух сторон села они вместе то есть республиканцы пошли на это они не сказали мы даже обсуждать не будем нет они сказали ну хорошо давайте его половиним то есть для демократов лотерея оказалась не таким легким не такой легкой разменной монеты так летом с ней домой пошли они тем не менее к ней привержен вот этой не не сама лотерея в том виде как она была но к самой идее вот этой диверсификации диверсификации я знаю как правильно по-русски доверсить у нас это диверсифика диверсификации сейчас дальше еще вы выходят подробности что обсуждается новое предложение опять вот эта группа из шести последняя версия их предложения совершенно не факт что их версия как как-то вообще куда-то денется но во всяком случае кроме них практически вот ничего пока больше нет они там немножко доработали в последней версии они вообще выкидывают лотерею полностью то есть они там уже лотерея совсем нет ни не половины не переработанные никакой нет а просто эти значит визы отдают в пользу иммиграции по достоинству мерит бейс дальше какие-то еще там много-много всякого и вот как как бы разные точки зрения вдруг вылезают из разных из групп которые там участвуют в обсуждении так что я пытаюсь там вспомнить может быть еще какие-то детали я просто к чему рассказываю что лотерея не совсем похоронена а где-то как-то она так вот казалось бы уже лежала себе друг вот в гробике а тут как-то надо подруг покажет постукивает оттуда как-то вот не совсем еще закопали поэтому очень очень интересно что там дальше с ней будет договориться они не могут ни о чем какие-то позиции принципиально несовместимые это убивает способность республиканской партии сосредоточить в конгрессе в данном случае сосредоточиться на каких-то законах на которых они хотели сосредоточиться и последнее это сказать вот что пишут сразу во многих местах что республиканцы пытаются продлить еще раз значит сделать временное продление бюджета потому что уже дедлайн подходит в пятницу дедлайн через послезавтра и они хотят еще раз продлить четвертый раз я не знаю и и самое интересное что 5 марта то есть там особо некуда продлевать потому что 5 марта 5 марта уже наступает срок когда будут перестанут возобновлять разрешение на работу и защиту от депортации для вот этих вот даковцев хотя решением федерального судьи это будет как бы продлина то есть 5 марта не обязательно будет там 5 марта но все равно это близко это в любой момент может произойти и так далее там не было отмены полное решение было просто от них немножко отсрочили приведение в исполнении поэтому вот это подвешенность их и ставки как бы растут да то есть апатия полная в том смысле что как-то вот большинство людей которые с той стороны и с этой стороны они говорят надо конечно пытаться что-то вместе сделать но но нет возможности что-то вместе сделать было был проект значит реформы со стороны такой крайне правой республиканской фракции это называется freedom кокос вот этот самый freedom кокос это такие ну как бы сказать самые отпетые такие крайне правый фланг вот и но они что-то с чем-то таким экстремальным пришли что даже им сказали найти можете спасибо большое но в общем ну спасибо вот так что вот этот самый freedom кокос не позволяет республиканцам за что-то совместно проголосовать потому что их достаточно много там чтобы блокировать паре партийные решения способность партии голосовать как один человек скажем у демократов с этим нет проблемы они четко там папа по вопросам которые принципиально вот они они четко собирают сто процентов голосов которые есть и и так идут вот у республиканцев этого нет у них разброс между умеренными и и такими экстремальными в частности вот этот при придем кокос поэтому что тут сказать как бы все время говорят вот есть надежда но вот есть там чего-то еще что то есть вот вот но не может же не быть надежды но но с другой стороны как бы все это дело хоронится и обычно в таких ситуациях то есть можно говорить кто виноват знаете как но обычно в таких ситуациях большинство населения винят правящую партию то есть ну те те кто контролируют они должны как-то все-таки у них есть больше возможностей для решения вопросов то есть и обе палаты в конгрессе и президент и все на одной руке так сказать все козыри поэтому в общем то если сейчас мы влетим ситуацию когда правительство останется без денег а это страшные вещи на самом деле это там скажем ветераны пенсии не получит да знаете вот какие что что там вовлечено помимо госслужащих там которые зарплаты не будут получать и так далее то есть там там много есть не симпатичного и вот в это не симпатичная как бы ситуация катится в силу неспособности договариваться поэтому вот ты мы возвращаемся к тому и заканчиваем тем с чего мы начинали вот это дис дисфанкшнл не не дееспособность не не работоспособность на всей этой системы политиканской в общем где национальный интерес уходит куда-то на десятое место на первый на первом месте сейчас вопрос значит выборов которые будут через десять месяцев как я буду выглядеть будет ли мне чем к зернуть там перед избирателями чтобы они меня избрали на следующий срок и так далее так далее вот вот сейчас это вот вот это то чем они руководствуются и то как рулится вся эта система такая вот история плюс холодрыга я хочу сказать холодрыга у нас еще ничего вот эти в теплом пиджачке прохладно прохладно а то что в стране творится это вообще кошмар все друзья я приехал в автосервис сменять аккумулятор счастливо